Самое время отвлечься от домашних хлопот и показать округу свои таланты. В Люберцах стартовал пятый ежегодный конкурс «Мамочка-люберчаночка». Участниц ждут два насыщенных конкурсных месяца. А пока люберецкие мамы проходили кастинг для предстоящих состязаний. Это не менее захватывающее зрелище. Сегодня я буду покорять жюри своим поэтическим талантом, литературным даром, какими-то творческими задатками. Буду покорять своим кондитерским талантом. Хотела бы приготовить торт своими способностями к пению и к танцам. У претендента к названию «Мамочка-люберчаночка-2021» было всего несколько минут, чтобы очаровать и покорить жюри своим талантом. Из 80 участниц в основную программу юбилейного конкурса попадут только 20. Их и будут ждать два месяца мастер-классов, репетиции, дефиле и предфинальных состязаний. У нас очень много девочек расцветает на сцене. У нас меняются жизни участниц до конкурса, после конкурса. И сегодня среди участниц кастинга я слышала такое мнение. Я не слышала ни одного плохого отзыва об этом конкурсе. Все восхищаются, все довольны. То, что они просто там побывали и то, что с ними там дальше произошло. Организаторы подчеркивают, это не конкурс красоты. Состязание талантливых мам в первую очередь про реализацию мечты и раскрытие потенциала. Сотрудница научного центра при Министерстве обороны, мама двух дочек, Александра Скутнева, признается, участием в конкурсе она хочет расширить кругозоры и пополнить круг общения новыми знакомствами. В какой-то степени умеем все, как настоящие офицеры, танцевать и лошадь на скаку, в горящем избу, как говорится. Поэтому думаю, что вот именно здесь нам помогут немножко себя найти, вот какие-то дополнительные мастер-классы, вот именно здесь и помогут свой талант или свое какое-то новое направление, хобби открыть. Помимо творческой части соревнований, конкурсантах ждет интеллектуальный этап, состязание на смекалку и логику и презентация социальных проектов «Твори добро». Финал конкурса и объявление победительницы состоится 27 марта.